Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алина, я врач-интерневролог, и сегодня расскажу вам про бессонницу. Наверняка каждый из вас когда-либо испытывал это чувство – не выспался. Это ужасное чувство, непродуктивно весь день. Часть людей испытывает это чувство с определенной регулярностью в своей жизни. Сегодня мы поговорим о том, можно ли это называть бессонницей, что вообще называть бессонницей и как она происходит, каковы механизмы ее возникновения. Сразу оговорю, мы поговорим только лишь о бессоннице. Не пугайтесь, это классификация расстройств сна, международная классификация расстройств сна, в которой перечислены все расстройства сна, которые только могут быть. Мало того, эта классификация дает четкие критерии для каждого из этих расстройств. Мы затронем лишь небольшую часть этого разнообразия различных патологических состояний. Мало того, бессонница чаще всего является следствием какого-то другого заболевания. Сегодня мы будем говорить о бессоннице без привязки к какому-либо заболеванию, чисто о бессоннице, о механизмах ее развития и о том, что с ней делать. Также в процессе лекции я попытаюсь объяснить и развенчать некоторые мифы о сне, которые существуют в нашей культуре, в нашем обществе. Итак, вернемся к нашей классификации бессонницы. Она дает определение бессонницы, оно довольно емкое. Я хочу обратить наше внимание на то, что в это понятие будет включено расстройство сна в любой его фазе. Неважно, это неспособность заснуть, неспособность поддержать сон, то есть частые просыпания, раннее пробуждение. Важно то, что после сна должна возникать неудовлетворенность сном или нарушение деятельности днем. То есть нетрудоспособность днем, снижение работоспособности днем, снижение настроения, любое нарушение вашей функции. Это должно продолжаться в течение трех дней, в течение недели. При этом у вас должно быть время и обстоятельства для того, чтобы выспаться. То есть если вы на смене, если вы за что-то ответственное не спите, и, допустим, смена у вас три дня подряд, это не будет считаться бессонницей. А вот если вы пришли домой, и у вас есть, вас не беспокоит ни жена, ни кот, ничего вас не беспокоит, и все же вы не спите, это будет считаться бессонницей. Как пример медики. Медики испытывают большой груз ответственности. Физиология человека не меняется во время ночи, не меняется и течение заболеваний во время ночи. Медик ответственный за жизнь, здоровье пациента ночью, он не может спать ночью нормально. При этом приложительность сна здесь играет малую роль. И сейчас поговорю о первом мифе, который встречается в нашем отчестве. Наверняка вы видели в интернете табличку, в которой перечислены часы отхода ко сну и эквивалентные часы, которыми примерно соответствует час сна в это время. Например, допустим, лег спать в 7 часов, с 7 часов до 8 часов, 1 час эквивалентным 7 часам. Если не видели, можете зайти посмотреть, такие таблички есть, и они перечислены на многих ресурсах. Мне было интересно посмотреть, кто же автор этой теории. С этим вопросом я вышла в интернет и нашла, что автор этой теории, этот уже не молодой человек, Будилов Сергей Алфеевич, в «Узких кругах» широко известен как Алфей, член Академии Международной Академии Экологии. Его главный труд в его жизни называется «Инструкция эксплуатации человеческого тела». Мне было интересно, как же он пришел к этой теории. Оказалось, что вынес он ее прямиком из тайги, сибирской тайги, в которой он прожил несколько недель в режиме Робинзона Круза. Об этом можно подробнее почитать в опусе. Очень интересная иерархия доказательности, которую он же приводит в ее основе сказаний и сказки, подсказки «Ищем в сказках». Я бы не стала доверять этому источнику. Если у вас есть интерес, вы можете ознакомиться с трудом в полной его версии, он есть в интернете. Но я не стала тратить на это драгоценное время своей жизни. Давайте лучше вернемся к тому, что доказательно, к тому, что научно, и поговорим о том, что может пойти не так, почему может возникать бессонница. На этих картинках изображены центры, которые отвечают за сон и бодрствование. Не нужно в них разбираться, вникать. Мы сейчас не будем этого делать. Важно знать только то, что эти центры находятся в стволе головного мозга. Это эволюционно очень древние структуры, которые появились рано в процессе эволюции головного мозга. Процесс сна достаточно древний. Это первое. Второе. Существуют системы, которые регулируют наступление и поддержание сна. И системы, которые регулируют наступление бодрствования. И поддержание бодрствования. И сейчас мы пробуем остановиться на тех веществах химических, которые в этом участвуют. Тех веществах, которые выделяют нервные клетки, отвечающие за поддержание бодрствования и поддержание сна. Это называется нейромедиаторы. Нейромедиаторы – это такие вещества, с помощью которых нервные клетки друг с другом общаются. Так вот, нейромедиаторы, которые ответственны за бодрствование, ой, здесь очень плохо видно. Это орексин, серотонин, норадлиновин, гистамин и ацетилхолин. На некоторые из них мы можем воздействовать фармакологически, когда мы подбираем, допустим, препараты для лечения бессонницы. С другой стороны, аденозин, гамк и голонин регулируют наступление и поддержание сна. Про голонин очень мало что известно. Количество нервных клеток, которые вырабатывают голонин, уменьшается у людей стареющих. С этим связывают меньшую продолжительность сна у пожилых. Гамк – гамминомясовная кислота. Это основной тормозный нейромедиатор, основное тормозное вещество в нашем головном мозге. На него будет воздействовать большинство лекарств, которые сейчас применяются при бессоннице. Аденозин – очень интересное вещество. Это продукт метаболизма, то есть продукт обмена веществ любой клетки нашего организма. Аденозин получается в процессе переработки АФ. Аденозин – трифосфорной кислоты. АТФ – это основной источник энергии для всех клеток нашего организма. Нейроны его в том числе вырабатывают, нервные клетки его вырабатывают в процессе бодрствования и выделяют в межклеточное вещество. И этот же аденозин, который выделили нейроны, воздействует на рецепторы, находящиеся на этих же нервных клетках и подавляет эти нервные клетки. То есть это такой себе механизм, подавляющий обратного ответа. И здесь я рушу еще один миф. Когда хочется спать, то нужно пить кофе. Наверняка каждый из вас пытался выпить кофе, когда был сонный уже. И некоторые действительно испытывали ощущение бодрствования, а у некоторых прихода бодрствования не наступало. Они ощущали все, что угодно, кроме бодрствования. Например, тахикардию. Почему это происходит? И почему я говорю о кофе в контексте аденозина? Кофеин – это антагонист аденозиновых рецепторов. То есть он связывается с рецепторами, с которыми связывается аденозин, блокирует их, и аденозин больше не может с ними связаться. Но если мы уже устали, и аденозин связался с рецепторами, то кофеину там делать уже нечего. Он не может заблокировать рецепторы. Они все заняты уже молекулами аденозина, и человек уже чувствует усталость. Поэтому особого смысла пить кофе, когда ты уже устал, нет. Кофе нужно пить как бы заблаговременно, когда бодрствование еще в процессе. В той системе качелях, которые мы рассмотрели, чего-то не хватает. Качельки должны как-то перекатываться из стороны в сторону. И в этом нам помогают факторы окружающей следы. Все факторы окружающей следы тоже воспринимаются нашим головным мозгом, и в нашем головном мозге есть целый центр, который ответственный за интеграцию, переработку всех импульсов, которые в дружии. Этот центр называется гипоталамус. И гипоталамус, например, воспринимает информацию о свете, который поступает на нашу сетчатку. И в соответствии с светорежимом он дает команды либо тем нейронам, которые отвечают за бодрствование, либо тем нейронам, которые отвечают за наступление и поддержание сна. Поступление сета на сетчатку стимулирует те, что отвечают за бодрствование. Энергетический баланс тоже очень важный элемент. Глюкоза – это основное, что является показателем энергетического баланса в нашем теле. Много глюкозы в крови, мозг знает, что мы сыты, мы можем продолжать процесс бодрствования, либо же отход ко сну. Человек голодный, у которого мало глюкозы в крови, никогда не заснет. Его поведение будет направлено на поиск пищи. Сонливость будет наступать только в случаях крайней гипогликемии, то есть крайне низкого содержания глюкозы в крови. Плюс эмоции. Наши эмоции воспринимаются структурами в головном мозге, которые в совокупности носят название «лимбическая система». Импульсы от лимбической системы передаются в гипоталамус. Переизбыток информации эмоциональной, то есть импульсов в лимбическую систему, не будет давать нам заснуть. Обычно диагноз бессонницы выставляется клинически, то есть на основе беседы с пациентом, выяснения его истории. Если у нас ничего не получается выяснить, мы отправляем пациента на полисомнографию. Это такое исследование, при котором проводится исследование активности головного мозга, снятие электрокардиограммы, снятие активности некоторых мышц, снятие движений грудной клетки, движения брюшной стенки. То есть человек обвешан с ног до головы разными датчиками, которые снимают всё, что угодно, и это позволяет выяснить исследователям, врачам, в какой фазе сна человек находится, и в какую фазу сна он просыпается, что не так с его сном. Как же бороться с бессонницей? И здесь я разрушу ещё один миф о том, что с этим помогает справиться подсчёт овец. Исследование, проведённое оксфордскими учёными, говорит, что нет, не помогает. Люди, которые считают овец в среднем, засыпают на 20 минут позже, чем люди, которые овец не считают, просто расслаблены. О том, какие же более действенные способы есть, мы сейчас поговорим. Первое, что самое, и самое важное, самое важное в нормальном сне, это поддержание гигиены сна. Всё о том, о чём мы говорили до этого, подводит к этому. Я разделила все правила на такие 4 категории. Первое, это режим. Нужно ложиться в одно и то же время, постоянно, каждый день, и вставать в одно и то же время, не залёживаться в постели. Окружение, кровать и спальня, это только для сна, возможно, секса. Хорошо, если секса. Всё остальное должно быть вынесено за пределы спальной комнаты. Если не получается застуть в течение 20 минут, довольно резонно выйти из спальни, что-то поделать в течение некоторого времени, пока с того не захочется спать, и вернуться обратно. Опять-таки, это не должна быть деятельность, которая будоражит, которая вызывает какие-то эмоции. Не нужно пересматривать смски от бывшего, не нужно читать плохие новости. Нужно почитать какую-то спокойную книжку и потом вернуться в кровать и попробовать снова заснуть. Не получилось в течение 20 минут заснуть, снова выходим в другую комнату и пытаемся что-то сделать, потом возвращаемся в кровать. Активность. Физическая активность подсобствует сну. При этом это должна быть лёгкая аэробная активность, которая не вызывает выброса адреналина в кровь. Вы видели, что один из нейромедиаторов, который поддерживает бодрствование, это норадреналин. Адреналин действует практически так же, как норадреналин, поэтому выработка адреналина нам нежелательна. Лёгкая аэробная активность за полтора часа до сна это то, что нужно для того, чтобы хорошо отойти ко сну. Внутрь. Мы не принимаем никаких психостимуляторов. Психостимуляторам относятся в том числе и кофеин. Ясное дело, что какие-нибудь метаглитамины сюда же в эту категорию относятся. И мы не ложимся спать на голодный желудок, и в то же время мы не переедаем на ночь, потому что переедание будет подавать сигналы рецепторам желудка о том, что желудок растянут. И эти рецепторы будут давать сигналы головной мозг, что нет, мы ещё не закончили, нам нужно ещё поработать, спать ещё рано. Если у нас ничего не получилось, мы всё пересмотрели, что мы можем сделать нефармакологическими методами, грубо говоря, без таблетки? Это различные техники релаксации. Их огромное множество. Есть техники, связанные с дыханием, есть техники, связанные с представлением, расслаблением и так далее. Метод охранничения сна, Sleep Restriction Therapy, это довольно эффективный метод, но он довольно известный. Допустим, человек знает, что он просыпается в 6 часов, он лёг спать в 11 часов вечера и заснул, допустим, в 2 часа ночи. Он на следующую ночь не ложится спать в 11 часов вечера, он ложится спать в 2 часа ночи. Как бы ему не хотелось спать до этого, он всё равно ложится спать в 2 часа ночи. Просыпается он, допустим, в те же 6 часов утра, он проспал свои 4 часа, он знает, что он их проспал. На следующий день он может увеличить количество сна на полчаса, то есть лечь не в 2 часа ночи, а в половину второго. Проспал 4,5 часа, отлично, увеличиваем ещё на полчаса. Ничего не получилось, откатываем обратно и спим по 4 часа в день, столько, пока мы не откатим сон обратно до 4,5 часов. И так мы постепенно наращиваем на полчаса каждый день время сна. Когдитивно-поведенческая терапия – это сессии поведенческой терапии, которые проводятся вместе с психотерапевтом. Психотерапевт помогает человеку выяснить, может быть, всё-таки что-то не так в жизни человека, всё-таки что-то он пропустил, что-то мешает ему заснуть, например, тревожность. Тревожное расстройство – это одна из самых частых причин расстройства сна на сегодняшний день. Что же мы можем сделать с таблеткой? Вернёмся к нашим нейромедиаторам. Основные препараты, которые мы применяем, направлены на систему гамма-аминомасляной кислоты. Это 3Z – запеклон, залеплон и залпидем. У нас на рынке недоступны, к сожалению. Большинство из этих препаратов, кажется, только запеклон есть у нас. Он позволяет выровнять пазу засыпания, то есть он помогает только при засыпании. Все остальные помогают ещё и поддержать сон. Бензодиазопины очень часто используются. Если кто-то когда-то ходил к неврологу по этому поводу, назначают гидозепам обычно. У нас других кратковременно действующих бензодиазопинов сейчас и нет. Сейчас большая дискуссия идёт по поводу того, эффективны они или нет. Тем не менее они применяются и довольно успешно. Мелатонин показан только при расстройствах сна при джетлаге. Есть такое расстройство, когда идёт смена часовых поясов, и наши внутренние биологические часы не успевают перестроиться. И возникает бессонница из-за этого. Вот мелатонин помогает справиться с этим видом бессонницы. При других бессонницах не доказанных механизм действия. На возбуждающие, поддерживающие бодрствования нейромедиаторы воздействуют в первую очередь антидепрессанты. Некоторые антидепрессанты лишь показаны при расстройствах сна в виде второй линии. Это трозодон, например, и миртозапин. Они воздействуют на серотонин и норагдиналин. Трозодон ещё и на гистамин. Трициклические антидепрессанты – это третья линия. Это когда совсем ничего не получается сделать с сосном никакими методами. Есть ещё препараты гистаминоблокаторы. Например, доксиламин или всем известный димедрол. Возможно, когда-то кто-то имел неосторожность выпить чай от простуды утром и потом испытывал жуткую сомневость. Скорее всего, этот чай содержал гистаминоблокатор, который помимо индуцирования сна позволяет ещё справиться с отёком и с температурой. Вот такие средства применяются сейчас для борьбы с расстройством сна. Что же будет, если не спать? Есть такая модельная болезнь – фатальная семейная бессонница. Это прионное заболевание, заболевание, которое вызывается патологическими белками. Эти белки индуцируют другие белки, делают так, что эти белки принимают неправильную структуру. И, соответственно, белку нужна правильная структура, для того, чтобы правильно работать. Соответственно, куча белков в нашем мозге начинает работать неправильно. Это заболевание начинается в 30-50 лет. Человек прекращает спать. В течение первых 4 месяцев присоединяются панические атаки, фобии. Через 4 месяца присоединяются галлюцинации. Через 9 месяцев человек начинает худеть. Через 12 месяцев он, грубо говоря, превращается в овощ. Максимальная продолжительность жизни – это полтора года после начала заболевания. Но, скажете вы, есть же куча примеров людей, которые не спят и живут. Там, придворный Екатерина II, который спал 15 минут в день, и ему этого хватало. Например, вот этот объятельный молодой человек, вьетнамский фермер, который утверждает, что не спит уже 42 года после того, как перенес фибрильное расстройство, лихорадку. Все это хорошо, но не подтверждено никакими научными фактами. Сейчас нет ни одного исследования, ни одного отрапортированного случая, чтобы человек не спал долгое время больше, чем месяц, и нормально себя чувствовал. Увы, это все пока не подтверждено. Я желаю вам высыпаться, и если есть вопросы, я на них с радостью отвечу. Полифазный сон тоже интересное тело, тоже научное, еще ничего не доказано. Для того, чтобы человек выспался, ему нужно получать достаточное количество медленного волнового сна. Есть две фазы сна – быстроволновой и медленный волновой. Вот если человек получил достаточное количество медленного волнового сна, он будет чувствовать себя выспавшимся. Вопрос в том, что такой полифазный сон лишает человека фазы быстроволнового сна, в которой тоже куча процессов происходит, там, допустим, консолидация памяти. И пока неизвестно, как это отразится на его благополучии. Поэтому исследований по этому поводу я, по крайней мере, не находила. Второй? Второй вопрос. Насчет алкоголевого сна. Алкоголь перед сном в умеренных дозах будет вызывать сонливость, но хронический алкоголизм приводит к бессоннице, потому что алкоголь, если не углубляться, то алкоголь приводит к тому, что количество рецепторов гамма-аминомасляной кислоты снижается. Да. Регулярно. Там есть схема применения, сейчас не буду в это углубляться, если что, потом расскажу, как это происходит, когда предположительно нужно перелететь куда-то, там за день-два до, можно начать принимать мелатонин и принимать в течение всей поездки до второго месяца. Да? Первый вопрос, собственно. Про чай перед сном несколько раз слышал разные мнения. Я говорю, что чай перед сном ни на что не влияет, при ямре, что чай перед сном мешает заснуть. Что правда? Здесь, опять-таки, нужно рассматривать, как мы пьем чай, какой мы пьем чай, потому что в чае содержится больше кофеина, чем в кофе, особенно в зеленом неферментированном чае, то есть он обладает таким возбуждающим действием. Чёрный? Чёрный меньше, но тем не менее он тоже есть, и он тоже обладает возбуждающим действием. Помимо этого кофеин воздействует на почки, это такое себе мочегонное, поэтому человек, который выпил, хорошо, много чая перед сном, будет часто вставать просто по нужде, и это будет мешать сну. То есть сам по себе чай скорее препятствует заснуть? Да, да, абсолютно. И второй вопрос. Вы вот гистамину поменяли. То есть, как я понимаю, в случае, если у человека аллергия, противоаллергия, мы лучше принимать перед сном, чем... Есть такие противогистаминные препараты, которые не проникают в головной мозг, это второе поколение и выше первое поколение. Вот, например, димедрол, который я упомянула, они проникают через гематоэнцепилический барьер, то есть они могут воздействовать на рецепторы в головном мозге, и они действительно вызывают бессонницу. А более дальше поколение, второе, третье поколение не вызывают сон. Не вызывают, ясно. Нет, скорее вопрос в том, что если принять гистамину утром, то сонливость может утром высидеть? Сонливость, да? Да. Если это первое поколение. Если это первое поколение, то есть только вечером, конечно. Тавигил очень дает сонливость. Да, Тавигил это первое поколение, абсолютно верно, он дает сильную сонливость. Вот вопрос, опять-таки, в том, он испытывает потом чувство разбитости, невыспавшисти, потому что 7-8 часов это среднепопуляционные показатели, то есть если мы возьмем всех-всех-всех-всех людей, то большинство из них будут 5-7-8 часов, но будут те, которые спят 5 часов, будут те, которые спят 10-11 часов, и для них это нормально. Главное, чтобы человек потом не испытывал чувства сонливости. Но, опять-таки, 4,5 часа это маловато. Опять-таки, человек сильно выбивается из этой популяционной нормы, поэтому нужно сначала проверить свое здоровье, выяснить, нет ли каких-то болезней, которые могли бы переводить к такой короткой продолжительности длинности сна. Если нет таких болезней, то все в порядке. Например, 12 минут, что-то пера. Если вы нормально после этого функционируете, если вы не испытываете сонливости, то, скорее всего, это нормально. Но, опять-таки, к врачу сходить никогда не лишне. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok